Ксения Александровна, Национальная служба взыскания. Наш разговор записывается и поступает в интересах ВТБ. Скажите, Вы не Олеговна? Да. Ксения Олеговна, у Вас имеется неурегулированный вопрос с организацией. Сумма Вашей задолженности по состоянию на 24 февраля составляет 210 568 рублей. Необходимо данный вопрос урегулировать в самые кратчайшие строки. Вы готовы произвести погашение своей задолженности? Не производить, не обсуждать, не давать какие-то пояснения по данному вопросу. Я не готова. Почему? Потому что банк ВТБ не подготовился к тому, чтобы я знала, что Национальная служба взыскания привлечена для работы со мной. То, соответственно, я не подготовлена. Подождите, у Вас есть договор кредитный? Так. И наверняка есть соглашение на привлечение третьих лиц... Бесспорный факт. Бесспорный факт. Просроченный за задолженность. Да, да, да. Даже по цессии могут переуступить. Это... Этот пункт имеется в договоре. Нет, по цессии я сами согласна. Нет, я по цессии я сами согласна. По агентскому тоже не спорю и не возражаю против того, чтобы третьи лица были привлечены. Я прошу только от одного от кредитора, чтобы я была надлежащим образом уведомлена о том, что третьи лица в виде НСВ по агентскому договору привлечены для работы со мной. А Вы что, не уведомлена? А я не уведомлена. Пока. Кредитор почему-то не посчитал их необходимо. Мы с Вами общаемся... Ну, не общаемся... Правильно, мы с Вами уже до 100-ти, на длительный промежуток времени общаемся. Ну да, в месяц. Но пока... Пока... 30 дней было у кредитора для того, чтобы меня уведомить. Пока уведомление мне не поступило. Ксения Олеговна, ладно, давайте тогда просто обращайтесь в отделение банка и производите погашенные... Нет, учитывая то, что это обязанность кредитора меня уведомить, то пусть уведомляет, и тогда Вы мне будете давать бесценное указание, оплачивать либо нет. Как понять, оплачивать либо нет? Я буду сама решать вопрос, каким образом и способом я буду... Нет, у меня несколько вариантов есть. Либо если кредитор пойдет в суд и в рамках исполнительного производства я буду оплачивать, либо если кредитор обратится за исполнительной надписью нотариуса и также в рамках исполнительного производства, либо если кредитор все-таки воспользуется сессией, переуступит, и уже новый кредитор пойдет в суд с исковым заявлением, и тогда опять же в рамках исполнительного производства через службу судебных приставов будет производиться оплата. Все. А почему Вы самостоятельно не выполняете... Ну, как бы я такое приняла решение, давать отчет Вам не буду, не считаю это нужным. Да, пусть расторгают. Нет, Вы подписали кредитный договор, ...котором были указаны сроки. Так, я нарушила пункт договора, значит кредитор должен принять меры к тому, чтобы свои денежные средства вернуть. Ну, Бог в помощи, пусть принимает. Ну, пока он только по агентскому привлек Вас, я говорю, что все Ваши попытки, они будут безрезультатны, они будут неэффективными. Почему, и из-за чего, и по какой причине я отвечать не буду? Семья Олеговна, у Вас нет денежных средств? Нет, у меня есть денежные средства. Тогда почему этого нет? Я не буду отвечать, потому что я не считаю нужным... Ваша обязанность уведомить меня наличие просроченной задолженности. Вы себе, сами работу создаете и продолжаете спрашивать, зачем, почему, и что-то я увеличиваю. Не собираюсь я с Вами обсуждать это. Да Вы не беспокойтесь за мои денежки. Ответственность за неисполнение денежных средств. Пусть применяют. У меня на их статью есть своя статья, которую все-таки гражданский кодекс у нас предусмотрел. Какая? Ну, как бы, если Вы хотите повысить свою юридическую грамотность, то, извините, я платно только осуществляю данные консультации. То есть Вы работаете в юридической сфере, я Вас правильно понимаю? Ну, чем я Вам буду это пояснять? Ну, если Вы оказываете платные услуги населения. Я конкретно Вас говорила, то, что если Вы хотите повысить свою юридическую грамотность... Я нет, Вы мне задали вопрос, я говорю, Вы можете получить ответ на свой вопрос и на массу иных вопросов, как в области гражданской, так в области уголовного права. То я Вам могу дать консультацию исключительно за деньги. НСВ я с Вас могу взять, ну, не больше тысячи рублей. Ну, полторы, наверное. Может быть, ДМБ Финанс у меня побольше будут расценки. А для Эвереста они вообще не расплатятся за мои услуги, поэтому все по-разному. Вы постоянно... У Вас много кредитных обязательств? У меня? Вы постоянно не оплачиваете, да? Много или мало, или нормально. Это уже вопрос в пятый. У Вас там гарнитура что-то заскрипела. Бывает такое, Ксения Олеговна? Что я должна сейчас сделать в данном моменте? Ну, я не знаю, наладьте связь, но я зачем Ваш скрипт должна слушать его? Понимаете, мне неприятно, например. В данный момент я Вам даю бесплатный совет, зафиксируйте отказ от оплаты, и мы с Вами попрощаемся, потому что у меня других дел выше крыши. До свидания. Вот С Вашу задолженность. А погасите? Здравствуйте. Да-да-да, здравствуйте, Надежда Александровна. Это сервис займов ЕКО пусты, Черников, Увесла Сергеевич, УНК, Карл Строфинансов, Увелопрощение, Увелопрощение. А просрочка длительно нашей организации, когда планируете погашать задолженность? Ну, не просрочилась капуста. А я говорила, вы бочками-то не шинкуйте, куда столько резали-то. Ну, у вас все хорошо, Надежда Александровна. Да, нормально. Вы хотите, что говорите под запись телефонного разговора? Да, я вам до этого говорила. Половина у вас замерзла, половина нашинковали, захватили. Куда такую страсть? Хорошо. Увещаем вас, Надежда Александровна. Если забрал страдать, частичную оплату даже не увидим. Договор в безопасности и дали ключ ему. Правда, так и надо сделать. Так и надо сделать. Пока. Алло. Да. Добрый день, Алиса Федоровна. Да. Национальная служба взыскания. Меня зовут Кочетова Юлия Олеговна. Звоню вам в отношении НТС-банка. Разговор записывается. Алиса Федоровна, у вас имеется задолженность перед банком. Скажите, пожалуйста, почему не оплачиваете вовремя? Не собираюсь отвечать на поставленный вопрос. Почему? Потому что я не верю, чтобы национальная служба взыскания. Так, хорошо. А оплату когда-то в банк слушать? Не собираюсь отвечать на поставленные вопросы. Можете не отвечать на вопросы, пойти и погасить на задолженность. Можете не давать свои советы. Приберегите их для своих родных и близких. Кто вас будет слушать, а не для меня. Не будут поступать звонки. Они меня не беспокоят. Звоните, тупите. Мне-то что. Алиса Федоровна, почему вы уклоняете свои обязательства? Не собираюсь отвечать на поставленные вопросы. Скажите, а вы работаете? Не собираюсь отвечать на поставленные вопросы. Хорошо, Алиса Федоровна. Я вас поняла. Фиксирую отказ от общения. Заканчиваем с вами наш диалог. Ожидайте, возможно, в ближайшее время выездную группу. Ждем. Заканчиваем с вами. По поводу вашего долгового обязательства перед компанией «Планета Кэш». У вас 93 дня просрочки. Сумма долга на сегодня 25 тысяч. Я вам сейчас скажу, оплат пока не будет. Все, к 8 марту готовлюсь. Купила станки, отправила вашим девочкам в ВВРС. Курочкам вашим. Как глянула на них. И там волосы, и там волосы. Чтобы они хоть все в порядок привели. Все, на Брянск уехала. Все деньги потратила. Вот, ну, не могу оплатить пока. Ну, посмотри на Хузнецовый. Черт и что. Меня абсолютно не интересует на какие. Посмотри на Лариту. Уши отрастила. Ну, я посмотрела, думаю, что подарите. Ну, зачем вы переводите темы? Ну, какие темы? Если вы запомнили фамилии наших сотрудников, мне сейчас вообще это не страшно. Просто, я их знаю уже сто лет. Я им подарок сделала. Вас не знаю, вам не сделала. У вас обида-то и прет. Ну, мне подарок может кто-нибудь подарит. Как я сама себе подарок сделаю? Лучше себе, да, подарок сделаю. Не могу, не могу себе сделать. Все средства потрачены на Эверест. Здравствуйте, Марина Андреевна. Здравствуйте. Это НСК займи, отдел досудебного взыскания для должности Талдыкина Татьяна Витальевна, нашего года записывается. У вас длительная просроченная за должность по договору займа когда ничуть оплату? Нет, когда внесу оплату. Не знаю, пока мир спасаю. Марина Андреевна, оплата должна поступить в 5-дневный срок. До 3-го года оплата должна поступить нет, я не успею, я мир спасаю. 25 тысяч, 15 рублей 90 копеек. Потом будете всех спасать. Нет. А пока спасите себя. Нет. У вас за должность процента начисляется на ногу убедиться. Мое призвание спасать мир. Я мир спасаю. Марина Андреевна, отнеститесь к серьезней, Я серьезно отношусь. Я мир спасаю. Куда серьезнее. Когда судебные приставы придут к вам, я им объясню, что я спасала мир. Компания не будет ждать до бесконечности. Если вы не выходите на оплату. Вы не расстраивайтесь. Далее взыскание будет через суд. Через суд, то у вас будет больше. Давайте через суд. Кроме того, сюда добавить. Я не могу просто. Я не могу заниматься другими делами. Кроме того, Марина Андреевна, это визиты судебных приставов. Знаете, даже песни есть. Твори добро на всей земле. Да. Ваши родственники будут... Твори добро на всей земле. Твори добро на всей земле. Вместе с представителем полиции. Твори добро на всей земле. В любое время в суток. Начинаем с 6 утра. Твори добро на всей земле. Твори добро на всей земле. В целях контроля качества все разговоры записываются. Твори добро на всей земле. Твори добро на всей земле. Но фамилию неправильно назвали. Твори. 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 бы вообще что ли? Да успокойся ты, успокойся. Слово «основание» выучила и твердишь его. Умани свою спеть. Конечно. Ты кто есть? Зачем тебе мои должности, невыполненные финансовые обязательства? Ты кто есть? Почему вы снова хамите? Я тебе не хамила. Я так понимаю, вы снова к диалогу не готовы, а когда вы будете готовы к диалогу, признаете по данному телефону. Иди лезь сам. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Компания «Кредитэхрус», официальный сайт кредита 24. Меня Садоев Камиль Нодарович зовут. Назовите, пожалуйста, прошу дату рождения для идентификации. Я только мяло коголовку помыла. Шампунь некачественный. Всю память вымыла. И волосы тоже. Сейчас в здравом рассудке находитесь? Ага, в здравом. Помыл. Может, вода некачественная, может, шампунь. Ничего не помню. Сейчас три минуты вспоминала. Как кнопку нажать на телефоне, чтобы ответить? Телефон звонит, а ответить не могу. Ладно, свяжемся позже с вами. Всего вам доброго. Давай. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!